Вперёд! Почти получается Но только с колёсиками, с детскими колёсиками Без детских колёсиков Я падаю Я не знаю, как на это делать обзор Для того, чтобы сделать обзор, надо рассказать Вот, вот так вот становитесь, вот так вот поехали А я как ребёнок с колёсиками с двумя запасными Встречайте, новое средство передвижения Моноколесо Две подножки и колесо, чтобы подножки сами не падали Они удерживаются магнитом Сверху разъём для подключения зарядки Закрыт резиночкой, чтобы влага не попадала Заряжается полтора часа Кнопка включения и четыре индикатора Включаем и поехали Можно ездить по неглубоким лужам В этой модели стоит колесо на 14 Так же как и везде нужно поддерживать давление в колесе И в случае необходимости подкачивать Всё гениальное просто Это колесо Если вы посмотрите видеоролики в интернете Как кататься на этом колесе Может показаться, что это делается элементарно Встал и поехал Но это не так Поэтому показываю процесс нашего обучения И это профессиональный роллер Хоть что-то Разнервничался как Вот теперь мы будем похожи на маленьких детей Которые не умеют кататься на велосипеде О proveniente Вот президент Ведем У У У У А Что вы думаете об этом транспортном средстве понятно что по эмоциям ну по эмоциям нет непонятно штука крутая но учиться надо сразу встал и поехал а вы что думаете об этом транспортном средстве она меня сейчас задавит ты как поворачиваешь руками я показываю поворот ну-ка поверни на меня как она уже лучше тебя ездит а куда поехала она от меня уезжает жена ревновать к столбу начнет муж и плавать на нем научишься мне начало нравиться невозможно я тебе об этом и говорю снимай колеса вот мы уже как настоящие китайцы он едет без колесиков смотрите 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 нет колесиков всего одно лад ну что я тебя поздравляю лад готов нам показать как же кататься на этом велосипеде одноколесном становимся подпрыгиваем и поехали все просто прям как в других видеороликах стоишь а он сам едет на 12 километрах в час начинает пищать и сам притормаживать чтобы больше человек не разогнался для того чтобы повернуть достаточно наклониться вправо или влево в ту сторону в которую нужно повернуть и колесо само поворачивает все правда очень просто когда на улице так же как на велосипеде для того чтобы остановиться нужно притормозить и просто сойти а теперь давайте посмотрим как же кататься по городу в реальных условиях вот первое маленькое препятствие горка ну в такую горку колесо легко заезжает следующее препятствие уже посложнее лежачий полицейский здесь их в китае очень много и преодолевать их уже немножко посложнее чем просто горку прыжок с маленького трамплина и просто проезд по по дороге порог на и тут вообще ничего сложного а что если нет если придется брать колесо и тащить в руках ну а здесь уж можно и проехать главное никого не сбить что-то у нас в кадре одни ноги ну правильно мы же колесо показываем во первых хочу сказать владу большое спасибо без него я этот обзор не снял я так и не научился на нем ездить только с детскими колесиками но как выяснилось это совсем такая модель не модель да это экземпляр для обучения и тут колесики эти которые маленькие очень низкой поворачивать на нем невозможно то есть колесиками дополнительными на этом колесе можно ездить только прямо вот именно чтобы почувствовать можно ли на нем есть влад научился мы только что это продемонстрировали давайте парочку вопросиков задам зрители спрашивают хорошо да ты только не головой мотай а говори да потому что тебя же в кадре нет 150 юаней вопрос 150 уже юаней вопрос только что когда мы договаривались это оценил он сказал 100 юаней сначала хорошо 150 юаней вопрос у меня 4 вопрос точнее не у меня а у меня и мои зрители когда я только показал это колесо там кто-то из комментаторов написал люди вообще обленились типа колеса используют ходите пешком бегаете там вот чтобы ты ответил на такой выпад типа зачем нужны такие транспортные средства ребят ну по крайней мере в шенчжене пока допилишь до работы истечешь просто десятками потов и соответственно она просто помогает более комфортно добираться до места нужного ну да автобус такси я езжу на китайском автобусе до подтверждаю китайский автобус это жизнь особенно час пик учитывая что у тебя до работы здесь пять километров до примерно примерно то есть ты встал туда доехал там поработал назад вернулся кстати туда брата хватает ну почти хватило в мой тестовый заезд на обратном пути где-то на середине пути села батарейка точнее она начала пищать что садится я испугался с приглас колеса пронял всего метров стола наверно чуть больше психанул тащить ну да 10 кило потаскать вот как раз люди занимаетесь спортом берите колесо едите дальше чем она сможет батарейки хватит и таскайте вот вам будет занятие спортом как раз придете на работу там или с работы потны ладно понятно то есть мы говорим что это транспортное средство ну и прозвлекаться тогда тоже неплохо для меня именно больше как транспорт все-таки на работу и с работы комфортно по городу вообще отъездить это второй вопрос будет потому что вы только что видели как на тебя китайцы смотрят а когда ты вот в час пик ехал с утра на работу чё как люди реагировали как бы если научиться видя других китайцев кататься вполне комфортно но мне было ад из-за того что я иностранец из-за того что я высокий иностранец плюс на колесе китайцы просто не давали прохода шли пялились вставали передовой пялились видят что место надо для проезда встанут и стоят смотрят жалко меня тогда не было при этом тесте я поснимал поржали бы показал ладно давай третий вопросик какие недостатки конкретно у этой модели вообще у этого транспортного средства недостатки этой модели я бы назвал все таки слабенькую батарейку потому что это ты это именно для тестов видишь она вся побитая то есть это не продаваемый экземпляр и и вот для таких как мы возьму я не удивлюсь здесь просто меньше батарейка или ты читал в интернете возможно просто батарейка подубита просто и поэтому она не очень комфортно скажем так ездит не очень большую длину но в целом если взять тот же зарядник на работу с собой подзарядить там то это будет вполне комфортное средство доезда в целом остальных минусов я не вижу встал поехал единственное что таскать тяжело вот то есть два самом деле минусы это я так понимаю батарейка даже если она была бы на 20 километров да вот раз села и и что дальше и нести не покатить как самокатик там или велосипед и тащить вот а это на веревочке так тут же есть еще ремешок для тех кто не умеет на веревочке катить за собой как собачку выгуривать ну я бы еще вот именно вот у этого колеса назвал то что постоянно вот это открывается здесь хоть и есть магнитики но они очень слабенькие тоже думаю что это связано с тем что ну подубитое уже колесо в том числе мы над этим поработали ну и последний вопрос купил бы себя себе бы если вы подарили взять с радостью покупать наверно не стал бы потому как все таки в моих условиях она не очень помогает добираться на работу выкидывать столько денег просто ради развлечений я сейчас не очень готов и вместо него я наверное взял что-нибудь типа обычного самоката или возможно даже электрического самоката по крайней мере если он сядет где-то в процессе дороги то его можно просто по земле катить или тащить ну да ну все большое спасибо и давай руку 600 юаней все пока